Более 450 предприятий в Башкортостане осуществляют инновационную деятельность. Они внедряют современные технологии в производство. По данным Евразийского НОЦа, только за прошлый год выдан 351 патент на изобретение. В сфере цифровой и зеленой химии, энергетики, в биомедицине и генетике. Наиболее потенциальные для коммерциализации инновационные проекты поддерживают различные федеральные и региональные институты развития. Гранты можно получить на создание разработок, продвижение продукта, масштабирование существующего бизнеса. А еще, например, заразить свои идеи инвестора и выйти на рынок благодаря привлеченным средствам. О том, как это сделать, наш следующий материал. Зимой, да и ранней весной погоды преподносят разные сюрпризы. То пройдет такой снегопад, что никакое количество техники не справляется с уборкой снега. То днем все растает, что шлепаешь по лужам. А вот к вечеру тротуары подморозят до состояния катка. Да. Справиться с капризами природы уфимские студенты предложили инновационным способом. Разработали смарт-тротуар, на котором не образуется ни наледи, ни сугробов. Снег на теплой поверхности тут же тает. Датчики при необходимости автоматически включают нагрев, самостоятельно регулируя температуру. Кроме того, система может подпитываться самостоятельно за счет преобразования механической энергии в электрическую. По примерным подсчетам, стоимость укладки одного квадратного метра такого тротуара обойдется в полторы тысячи рублей. А прослужить умная дорожка может до 15 лет, прогнозируют разработчики. У нас стоит система, которая отслеживает погоду на улице, влажность, давление и так далее. И может предсказывать, в какой момент пойдет снег и заранее включать непосредственно прогрев. Помимо всего прочего, у нас в чем инновационность этой технологии заключается? У нас стоят внутри элементы пельтье, которые, собственно, при разности температур, а у нас зимой, получается, земля всегда будет оставаться холодной, а плитка, соответственно, будет нагреваться. Будет вырабатываться электроэнергия, которая повторно будет возвращаться в сеть. Это позволит этой технологии быть более экономически эффективной. На создание смарт-тротуара авторы, второкурсники УГНТУ, Богдан Соловьев и Георгий Гомесонья, выиграли грант в 1 миллион рублей на федеральном конкурсе «Студенческий стартап». Он реализуется в рамках платформы университетского технологического предпринимательства и помогает выталкивать инновационные разработки на рынок. Всего в прошлом году 59 студентов из Башкортостана стали получателями этого гранта. Такое число победителей приятно удивило даже вице-премьера Дмитрия Чернышенко во время его визита в Уфу. Мне сказали, что здесь есть те, кто выиграли этот конкурс тоже. Если можно, поднимите руки. Есть огромное количество стартаперов. Честное слово, я многое вижу по стране, особенно по привозку в федеральном округе, который курирует. Одновременно с таким количеством победителей стартаперов я еще не встречался. Со студенческого стартапа 8 лет назад зарождалась и уфимская компания Finch Technologies, которая занимается разработками в области виртуальной и дополненной реальности. Ее основатель Виктор Эреванцев в свое время для развития бизнеса использовал грант фонда содействия инновациям «Старт». Сейчас экосистемный интегратор работает в основном на международном рынке, но планирует выходить и на российские с отечественным комплектом, шлемом и контроллерами для VR-AR. На данный момент мы полностью развиваемся за собственные средства, то есть используя в том числе и деньги, которые мы зарабатывали на международном рынке. Но сейчас как раз рассматриваем получение гранта от Сколково, от Министерства промышленности, какие-то субсидии, ну и вот в частности частные инвесторы. На запуск именно российской части бизнеса, ну там на первом этапе потребуется вложение, как минимум там порядка 150 миллионов рублей для того, чтобы выпустить первую продукцию. Ну то есть имея 150 миллионов своих рублей, ты можешь как софинансирование привлекать уже дополнительные гранты, которые позволяют выстроить вот эту экосистему. Так, в прошлом году в Башкортостане было поддержано 126 проектов на 350 миллионов рублей, сообщили в Центре содействия инновациям. Институт развития был создан в конце 2021 года по распоряжению главы республики в рамках третьего пакета антикризисных мер. Специалисты Центра консультируют разработчиков, как лучше упаковать свой продукт или идею, чтобы он стал рыночным, смог успешно претендовать на меры поддержки. Размеры грантов самые разные. От полумиллиона для молодежи на создание инновационного бизнеса до миллиардов рублей на внедрение российских IT-решений. Сейчас уже идет конкурс для больших предприятий, это называется коммерциализация, где 30 миллионов рублей можно получить на приобретение станков оборудования для внедрения инновационной разработки. Есть программа развития на НЕОКР, которая в существующих предприятиях проводится, то есть опять же грантовая поддержка 20 миллионов рублей на сам процесс разработки. И есть ранняя стадия для предприятий, существующих программой старт, где трехлетняя программа, первый год 4 миллиона рублей, второй год 8 миллионов рублей на НЕОКР, то, что отдается грантовой поддержке, и третий год 12 миллионов рублей на внедрение программы бизнес-старты. Кроме того, центр стал связующим звеном между промышленными предприятиями и инноваторами. Он доводит рыночный запрос на технологии до Академии наук, отраслевых институтов и вузов, так как насущная задача сейчас – решить вопрос недостаточности технологий, с которой столкнулись многие предприятия, отметили в региональном Минпроме. Также республика сотрудничает с различными фондами. В развитии информационных технологий, Сколково предоставляются льготные кредиты по линии Фонда развития промышленности. В целом, все эти меры уже дают плоды. По итогам 2022 года у нас порядка 9 миллиардов. Это именно та цифра, на которую не только затрачена на разработку, но в том числе и на выпуск инновационной продукции. Но в данном случае мы говорим, что инновационная продукция – это не абсолютно новый продукт, а это в том числе и улучшенный продукт. То есть инновация – это же не космическая технология в данную секунду, это в том числе и рационализаторство. Еще один инструмент проведения промышленно-инновационной политики в республике – венчурный фонд. Сейчас там как раз проводят конкурс проектов. Победителя получат финансовую поддержку в виде инвестиций в уставный капитал и готовой стратегии продвижения на глобальном рынке. Наибольший интерес для фонда представляют проекты, которые имеют потенциал патентной защиты, а предполагаемый рынок сбыта продукции измеряется минимум российским масштабом. В венчурном фонде также отметили, что заработать на инновации можно не только наладив собственное производство, но и, грубо говоря, продав свою идею корпорации. Если посмотреть по статистике, то 90% инноваций зарождается в малых компаниях и вот таких одиночных инноваторов, инициаторов проекта. Оно, по конце концов, 90% этих инноваций попадает в крупные компании, в их некосистему продукции. И там реализуются. И эти инициаторы проектов, они все время там сидят в доле собственности. Но лучше иметь там образно 20% от 10 миллиардов долларов, да, там оборот, ну, который прибыль получается, там генерит, да, чем 100% от ООЯ. Рамиль Хисматулин подчеркивает риски финансирования инновационного, высокотехнологичного бизнеса на порядок выше, чем инвестирование в классические модели. Чем ближе компания к рынку, тем более она инвестиционно привлекательна, отметили и в фонде Сколково. Тем не менее, команды с сильными компетенциями, перспективой значительных конкурентных преимуществ тоже привлекают не только государственные, но и частные деньги. Чтобы стимулировать такие вложения, предусмотрены меры поддержки для инвесторов. У нас разработана программа по компенсации за счет ранее уплаченного НДФЛ до 50% от суммы таких инвестиций, но не более 20 миллионов рублей. Но она стимулирует приток частного коммерческого капитала в секторе технических компаний ранних стадий. У нас есть большое количество грантовых программ в стране. Я здесь говорю не только и не столько про фонд Сколково, но и, например, на фонд содействия инноваций. Но так или иначе, коммерческие деньги – это хороший лакмус по бумажкам. Они во всех смыслах гораздо более предпочтительны с точки зрения развития технологического бизнеса. В настоящий момент насчитывается более 3000 резидентов Сколково. Это те компании, которые прошли отбор и подтвердили свою инновационность на уровне независимой отраслевой экспертизы. Им предоставляют налоговые преференции, содействие в коммерциализации, включают в грантовые программы. В их числе 24 резидента из Башкортостана. По этому показателю республика на среднем уровне таких регионов, как Краснодарский край, Воронежская и Иркутская области. При этом в Сколково видят потенциалы республики по приросту резидентов вдвое, хотя такой самоцель и не стоит. Статистика в отношении инновационного предпринимательства, говорят эксперты, вообще не столь значима. Это штучный товар и требует индивидуального подхода.